Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии». С вами Ирина Чекунова. А в гостях у меня протеерей Андрей Лазарев, настоятель Храма Вознесения Господня в городе Кимры, директор Центра помощи наркозависимым «Радуга». Отец Андрей, я рада вас приветствовать. О помощи наркозависимым, посильной помощи, какая структура, чем может, мы говорим уже очень давно. Но мы говорим о том, какая оперативная работа проводится сейчас, чтобы уберечь общество от этого зла. Вы эту борьбу начали лет 20 назад в Кимрах, когда еще тогда Кимры, многие знают, наши соотечественники, что Кимры – это была малая столица и наркоторговля. Да, было время такое, да. Очень много детей тогда пострадало в этой войне, последствия, последствия, да, колоссальные. Вот если цифры... В начале 90-х годов в Кимрах проживало около 60 тысяч человек, сейчас около 40. 20 тысяч. 20 тысяч, да. В том числе и в нарковойне, да. Огромные потери. Именно вот эта война сподвигла вас к созданию Центра помощи на организм? Конечно, нужно было помогать. Конечно, нужно было помогать тем, кто попал в эту войну, кто пострадал в этой войне. Детям. Дети ни в чем не виноваты. А уже тогда же приобщились именно к наркотикам, приобщались и дети? 14-летние дети. Их насильно, можно сказать, сажали на иглу? Нет, не то, что носили. Бесплатно предлагали. Все это было очень дешево. Ведь это доза тогда стоила, ну, один-два билета на дискотеку, насколько я помню. Это очень дешево было. Это было очень много, да. Это сразу накрыло, моментально накрыло весь наш город, весь наш регион. И не только наш регион. И это Ярославская область тогда была, и Тверская область, и Московская область тогда была. Это и Дмитров, и Талдом, и Матищи. То есть, вот весь, наверное, северный регион от Москвы. Все это были Кимра, да. Долгая история, как Вы шли, как у Вас иногда даже, может быть, опускались руки, что не удастся создать такой центр. И вот уже центру 10 лет, уже на второе десятилетие пошли. Что мы можем сказать получилось создать? Кто работает? Что за команда? И почему именно при православном храме? Да, у нас центр очень интересный. Вот он и православный, он при православном храме в 50 шагах от храма, центр находится, и прямо в самом центре города. В центре города, в самом лучшем месте города находится наш центр. Как центр надежды? Как центр надежды, да. Причем Кимры начинались с этого места. Храм на этом месте уже больше 500 лет. 300 лет был деревянный, потом разобрали, построили этот каменный. Вот мы 200-летие храма отмечали в 13-м году. И вот в таком святом месте, в таком замечательном месте теперь находится и центр помощи наркозависимым «Радуга». О команде несколько слов. Знаете, нам очень в жизни повезло, и мне, и всей нашей команде. Потому что каким-то чудом, вот наш центр стал еще и профессиональным. Мы проходили подготовку, практическое обучение, имея специальное высшее, конечно, образование, весь наш коллектив. Проходили практическое обучение в одном из лучших европейских центров в Польше, в городе Глевице, в центре фамилии, руководит которым великий русский патриот, внук царского генерала Владимира Маевского, доктор Анджей Маймаевский. Его центру уже больше 40 лет, огромный опыт, колоссальный опыт. И этот опыт он не сам тоже создавал. Он ездил за этим опытом, за океан, в Америку, когда в Польшу пришла эта беда после солидарности, после польской перестройки, помните, да? Но они там сразу взялись за дело. Они не стали ждать 20 лет, как мы здесь чего-то ждем. Там сразу были приняты законы соответствующие, сразу выделывалось финансирование, сразу шла подготовка кадров. И вот к Маевскому в 81-м году обратились жители города, власти обратились, пострадавшие дети пообратились. Анджей Помоги, так как он был ведущим психотерапевтом в тот момент этого региона всего. Он поступил честно, он сам ничего не стал сдавать. Он поехал на практику в Америку за свои деньги, купил билеты, и там целый год прожил. В одном из лучших американских центров. И потом вернулся в Польшу, уже открыл свой первый центр, который работает по программе. Она сейчас называется терапевтическое сообщество. То есть лечебное сообщество, если перевести дословно на наш русский язык. И так как доктор Анджей Маевский является русским патриотом, он в начале 2000-х годов, когда к нам перестройка уже пришла, выиграл грант для подготовки специалистов из России. И за свои деньги, получается, за деньги Федерации терапических сообществ Восточной и Средней Европы, три года проходили обучение специалисты из России с 2003 по 2005 годы. Да, и в одну из этих групп попал я на обучение. И потом, пока мы шли к открытию своего центра 8 лет, целых долгих 8 лет, за эти 8 лет мы подготовили всех наших психологов, всех наших наставников, которые работают теперь в нашем центре. Все проходили обучение Маевского, и получается, что мы как филиал одного из лучших европейских центров. Если у нас какие-то вопросы появляются в работе, я сразу говорю нашим коллегам, дорогие мои, вспоминайте, как это было в фамилии, не надо ничего изобретать, все за нас уже сделали, не забывайте то, чему вас научили там, пожалуйста. И мы начинаем вспоминать, мы работаем, мы работаем спокойно и уверенно все эти 10 лет. У нас нет никаких вопросов, как нам работать со смирительно больными людьми. Ремиссия какая? Есть результат? У нас неплохой результат за эти 10 лет. Самые успешные в мире, это около 40% восточной ремиссии. Но мы где-то приближаемся тоже к этой цифре. Люди сами должны изъявить желание прийти к вам в центр? Это первое слово, да, это первое слово, должно быть желание. Мы уберем всех желающих. И вот и наши воспитанники, они не имеют ни возрастных ограничений, ни гендерных, ни мужчин, ни женщин. Никаких ограничений нет, мы уберем всех. У нас смешанная программа. Да, и в чем смысл этой программы? Я сразу открою секрет. Первый такой центр помощи трудным подросткам, я скажу так, открыл в свое время, сто лет тому назад, наш великий русский педагог Антон Макаренко. Вот он первый создал вот эту модель, которая основана на чем? На передаче ответственности молодым людям. Передача ответственности за их судьбу, за их выздоровление, за их дальнейшую жизнь. Не прятаться за спины взрослых. Они берут ответственность, да, они берут ответственность на себя, как у Макаренко. Все единственное, что за эти сто лет эта программа изменялась. На обществе изменилось. И все-все менялось, да. И теперь мы тоже, как и Макаренко тогда, создаем две модели выздоровления для больного человека. Первая модель – это большая православная семья, где есть отец, где есть родители, где есть наставники, где есть старшие братья. И где тебя любят. Младшие люди, самое главное, да, где человек получает любовь и правильное воспитание. Мы людей перевоспитываем. Мы даем за один год, даем то, что они могли дать в родной семье по объективным причинам. Я ни в коем случае не хочу осуждать наше общество, наши семьи, то, что у нас сейчас происходит в нашей жизни. Ни в коем случае. Но у нас в основном семьи неблагополучные. И если есть в семье отец, есть мать, это уже хорошо. Но в семье один-два ребенка, и они вырастают эгоистами. Они получают неправильное воспитание в такой семье. В семье должно быть как минимум пять детей. Где есть старший, где есть младший. Где меньше возможности стать эгоистом, понимаете, таким неким башком, который потом вырастает в потребителя жизни. И потом который начинает употреблять уже вот эти наркотические всякие там вещества. Потребитель вырастает. Употребитель потом вырастает. Мы сейчас сказали с вами, Андрей, я вынуждена прервать вас. У нас эфир подходит к концу. Как о второй модели, которая существует в вашем центре. Уже люди, возможно, обратятся к вам и узнают. Мы говорили это в более большой программе нашего эфира. Как вас найти? Нас найти просто. Город Кимбра. Центр помощи наркозависимого Радуга. И наша страница перед вами. Там вся информация, все телефоны. Возраст значение имеет, регистрация по месту жительства значение не имеет. Главное, чтобы было желание. Год-полтора длится время реабилитации. Год-полтора. Спасибо огромное за участие в вашей программе. Главное, спасибо за вашу работу, которую вы выполняете. Скольких людей вы уже спасли, реально дали надежду на настоящую жизнь. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был настоятель Храма Вознесения Господня в городе Кимры, протеерей отец Андрей Лазарев, директор Центра помощи наркозависимым Радуга. До свидания. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»